Сегодня в прокат выходит фильм «Батальон». Он о Первой мировой, о женском батальоне смерти. Они пошли на фронт, когда мужчины оттуда бежали. В 17-й год император отрёкся от престола. Страна идёт к катастрофе. Каждая из них нечего терять, и ни одна не нарушила свой долг. С премьеры Алексей Зотов. С Богом. Батальон к бою. О них не писали в советских учебниках истории. Почти на сто лет их подвиг просто забыли. Первый женский батальон смерти. Они поклялись отдать жизнь, защищая Россию, и во всём подчиняться своему командиру Марии Бочкарёвой. Дворянки и крестьянки, работницы, служанки и учителя. Они бросили мирные дела и пошли воевать, чтобы мужчинам, дезертирам и смирившимся с тем, что врагу ворот стало невыносимо стыдно. Бабоньки, дорогие, езжайте-ка вы домой. А то, что немец на русской земле стоит, ничего? Бочкарёва – это русский характер. Там, где необходимо, она может быть крайне жестокой. А там, где она должна быть, ну, прочти, матерью, она мать и заботится обо всех, и переживает за всех. Героиня Мария Аронова в фильме готовит свой батальон к встрече с реальностью, штыковым атакам и рукопашному бою. На кадрах кинохроники тот самый женский батальон смерти муштруют, как обычных солдат. Ему постричься пришлось почти наголо. Графиню Наталью Татищеву, её играет Мария Кожевникова, бреют машинкой для стрижки овец в первых же кадрах картины. Всё по-честному, без париков и капризов. У меня был один дубль, мне сбрели волосы. Я прошла то, что проходила моя героиня в жизни. Муж погиб, отец умирает, у неё нет больше желания жить. Она потеряла всё из-за той ситуации, которая происходит. И она хочет ценой своей жизни что-то изменить. Охолонись. Мы сюда не для этого пришли. Военные укрепления, оружие, форма, вплоть до пуговиц и первые русские противогазы – всё создано с исторической достоверностью и особым трепетом. Штыки, как водится в кино, заготовили пластиковые, но идти в атаку пришлось всё же с настоящими. Иначе зрители бы не поверили в реальный ужас происходящего. Девки, сюда! Противогазы, сюда! Ни одна из них ни разу не теряет веру в то, что она делает, что она здесь. Ни одна из них не хочет развернуться и уйти, и ни одна не срывается. Вот это меня очень у них удивляет. Строго как мать, командир Бочкарёва следила, чтобы бойцы её батальона не плели любовные интрижки. Но даже в окопах было никуда не деться от настоящей любви, пусть и такой короткой. Курика, Курика, дыши, Курика, дыши, дыши. В грязи, в холоде, под дождём и ветром, они ползали с винтовками, бегали, месили грязь. Условия были очень тяжёлые. Они вот в этих шинелках тоненьких, шейки торчат. Так их было жалко. Конечно, только наши женщины на такое способны, я абсолютно в этом уверен. Специально к премьере фильма среди кусков бетона вырастили целую поляну живых маков. А маленький красный цветок девушки, словно сошедшие с экрана, дарили каждому зрителю. В память о тех, кто остались лежать на полях сражений и в окопах Первой мировой. Я плакал. Мне неудобно, честно. Я поэтому потрясён был некоторыми сценами. Потрясающая игра актёров. Мне кажется, что это один из лучших фильмов сегодняшних дней. Удивительные моменты. Они непростые смотреть, но они как раз передают все эмоции, что происходило со страной в то время. И, конечно, этого повторить нельзя ни в коем случае. Девоньки мои, простите меня. Прощайтесь. За три самых огненных июльских дня 17-го года женский батальон смерти отразил 14 немецких атак. Погибли 30 молодых женщин, ещё 70 ранило. Присягу временному правительству советская власть им не простила. И это кино не только в памяти. Прежде всего, это пронзительная, жестокая, но предельно честная история о том, что с женщинами на войне не место. Даже если иногда и другого выхода нет. Алексей Зотов, Ольга Паутова, Илья Марин, Александр Офшаров и Мария Емельянова. Первый канал.